Акция «Прощай оружие» в этом году провалилась. Об этом рассказали представители Росгвардии на совещании в правительстве края. Акция по добровольному разоружению населения проходит в регионе уже 6 лет. Сколько оружия сдали в этом году, выясняла Любовь Краснослободцева. Прощаться с нелегальным оружием жителям Хаваровского края невыгодно. За автомат государство дает около 7 тысяч рублей, а за гладкоствольное ружье и того меньше. Такие расценки стали причиной провала акции «Оружие». В этом году хабаровчане сдали всего 5 единиц гладкоствольного и огнестрельного, сообщил представитель Росгвардии на совещании в правительстве региона. Чтобы народ понес оружие, нам необходимо как-то за что-то заплатить. Потому что имеющиеся расценки за автомат, если мы платили 7 тысяч рублей, ну это как-то человек уже... Даже он имеет его, он будет лежать где-то у него в подвале, но будущее, хранить его будет где-то там еще. Совсем по-другому обстоит ситуация в Кемеровской области. Там за 4 последних года в полицию было сдано более 2,5 тысяч стволов. Все дело в том, что за автомат или винтовку в Кемерово можно получить до 30 тысяч рублей. Руководство Росгвардии предлагает такую же сумму платить жителям хабаровского края. Что касается повышения расценок, я считаю, необходимо поддержать. И прошу это занести в протокол. И когда уточнение параметров госпрограммы, Андрей Викторович, будет обязательно внести. Потому что и опыт Кемеровской области показывает, и идея правильная, будем поддерживать. А вот за сдачу травматического или газового оружия вознаграждение вообще не предусмотрено. При этом именно такие пистолеты чаще всего переделывают под огнестрельные. И они становятся орудием преступления. Поэтому в правительстве края предложили силовикам подумать над изменениями регламента сдачи травматического и газового оружия. Любовь Краснослободцева и Виктор Казаров. Телеканал Губерния.